Привет! Продолжаю свою серию видео по поводу фаворитов в месяц. В данном случае это косметические продукты, которые больше всего я использовала на протяжении ноября. Хочу начать я с такого приятного открытия, назову его открытием месяца для себя. Это вот такой вот гель против темных кругов под глазами от Plant System. Это французская органическая косметика, напомню, без парабенов. Это биокосметика. Хочу сказать, что, честно говоря, не ожидала вообще такого эффекта от него. Просто потрясающее средство. Это гель, это не крем, но он абсолютно не сушит кожу. Вот было холодно, сколько сейчас я его наносила. Бывало просто утром или только вечером наносила раз в день. Но у меня были не очень такие большие темные круги под глазами. Но сейчас у меня их вообще практически нет. Поэтому я не люблю вообще пользоваться консилерами под глазами. Мне это как-то неудобно. Но с этим средством, вот, например, сейчас я без консилера всякого под глазами. И безумно нравится. Но мне я всем подружкам советую его, потому что действительно очень хорошее средство. И стоит оно копейки. Это 12 долларов. И там, я вообще не ожидала такого, честно говоря, эффекта за такие маленькие деньги. Следующее тоже открытие. Это вот такая вот маска. Тоже я ее показывала в своих покупках. Шоколадная. Запах на волосах держится где-то 2 дня. И он очень хорошо чувствуется. Это такой приятный запах от этой маски. И читала вот разные отзывы о ней. Но эта маска, честно говоря, я не возлагала на нее каких-то больших надежд. Но она, честно говоря, просто мне безумно понравилась. И, честно говоря, не ожидала такого хорошего эффекта. От нее обязательно куплю еще. И, например, я пользовалась, я очень многими масками для волос пользовалась. Но если вот сравнить с остальными масс-маркетовскими масками, то это лучшее всего, что я пробовала из масса именно. Не сравнится она для меня ни с каким, я не знаю, L7, ни с каким Glisskur и так далее. То есть вот такие вот очень нравятся, честно говоря. И следующее средство, которое тоже я использовала каждый раз на ночь после мытья головы. Это ночная вуалит керостаза. У меня ее вот столько уже осталось. Обязательно куплю ее в следующий раз, как вот закончится вот эта вот. Очень хорошая штука. То есть на утром я просыпаюсь, у меня волосы просто такие рассыпчатые, такие красивые, блестящие. И очень нравятся. И они совсем не пушатся. Безумно хорошая штука. Хотя и дорогая, но она стоит своих денег. Следующее это были вот и все такие декоративы, вернее по уходу штучки, так как у меня все остальное осталось прежнее. Это уход Givenchy, это крема Plant System. То есть вот это вот были такие приятные штучки этого месяца. И дальше это декоративная косметика. Значит, начну я с консилера. Это вот такой вот арт-деко консилер со светоотражающими частичками в виде ручки. Вот такой вот он. Очень нравится, я не показывала вам цвет там, по-моему, в том видео, в предыдущем. Очень нравится, и как я его наношу, и как хайлайтер в некоторые места, и то есть какие-то там, если не совершенство замаскировать, поры не забивает абсолютно, и под глаза тоже не сушит кожу. Безумно нравится. Вот такой вот цвет у меня. Он розово-бежевый, но больше такой, наверное, он в розовинку все-таки. Но очень хороший, вот я его растушевала, его не видно. Следующее это мой тональный крем. Я его показывала не раз уже. Это же Manche Sublimine School of Light. У меня два тональных крема, но даже два, мне кажется, это много тональных крема. Ну, я смотрю просто некоторые видео, некоторых есть и по 10 кремов, и по 15, и по 5. Честно говоря, я как бы не понимаю, зачем, честно говоря, их столько много, потому что мне вот одного вот так вот хватает, и вторым я даже не пользуюсь. И я его тоже на протяжении полугода использую, здесь где-то еще половина есть. Думаю, еще на полгода хватит, тогда я только куплю другой. Ну, или если выйдет какая-то там такая новинка, которая меня очень-очень заинтересует. Также еще хочу сказать, что буду пользоваться им на протяжении зимы. Видела, что многие девочки отказываются от тональных кремов на зиму, но у меня другое по этому поводу мнение. То есть мы зимой одеваемся в свитера, там, я не знаю, то есть в свитера, кофты, шубы, да, как можно больше одежды. Поэтому, а лицо некоторые раздевают, да, поэтому я этого понять не могу. Я тоже, у меня лицо должно быть так же одето. Считаю, что тональный крем защищает, наоборот, лицо от разных негативных воздействий, и тем более зимой его оставлять без тонального крема, для меня это как-то, не знаю, это как бы выйти в футболки, наверное, зимой, вот что-то типа такое, вот ассоциация. Следующая, это пудра, опять же, у меня две пудры, это рассыпчатая виши и вот такая вот компактная савара. Но в этом месяце я не очень пользовалась пудрой, потому что, как бы, было прохладно на улице и не видела смысла просто пользоваться. Ну, на данный момент, вот она у меня на лице, без тонального крема, вот такая вот. И она очень-очень экономная, уже у меня тоже ей больше полугода, но она даже не думает заканчиваться. Вот, по поводу экономности, вот, очень хорошая, ну, я в основном так просто носу, несу, нашу, господи, сумочки. Значит, следующие, это румянки, вот такие вот от Bourjois, тоже они сейчас на мне, вот такие вот, для скульптурирования лица, но я использую только вот этот нижний цвет, а этот можно использовать как тени, я так думаю, но я еще не использовала его как тени. Вот такие вот два цвета, один матовый, другой с блёдками. Следующее для глаз, мое тоже приятное открытие, это, я в покупках рассказала, такой вот кисти для растушевки теней, вот такая, Nostelle Professional, номер 34. Значит, я, наконец-то, научилась ей пользоваться, я просто растушевывала тени до сих пор только плоской кистью, уже привыкла, мне было это удобно, но решила попробовать и такую вот, у нас мака нет, мне, конечно, очень хочется от мака такой, типа такой вот, да, кисти, но пока что это подойдет, пока я не доберусь в мак, вот, и просто у нас его здесь нет, и, значит, я ей научилась пользоваться, и теперь она мне очень-очень нравится, вот такая вот она. Следующее, я решила, что тени я не буду ставить фавориты этого месяца, потому что я практически каждый день я пользовалась разными тенями, то есть не было какого-то определенного предпочтения, чтобы, вот как бывало в прошлых месяцах, я какими-то тенями определенными я пользовалась больше, а сейчас у меня как-то, ну, вот все, то есть сегодня одним, завтра другим, послезавтра третьим, и не было какого-то предпочтения. Значит, карандаш, которым я пользовалась на протяжении этого месяца, вот, действительно, очень хороший карандаш, он мне больше понравился, чем Givenchy, например, это водостойкий Art Deco, обыкновенный черный, у него насыщенный черный цвет, например, вот Givenchy сейчас на мне, да, и он как бы сливается с тенями, он незаметен просто-напросто, если там как-то присматриваться, можно увидеть, что у меня черный карандаш, но этот, он действительно прям как подводка идет, вот, ну, тоже очень нравится. И дальше я нашла у себя такой карандашик, который я экономлю, потому что таких цветов я в других марках нигде не видела, и у нас эта марка не продается, я покупала в Украине. Значит, это Essence, там из какой-то лимитированной коллекции, по-моему, с одной стороны он вот такой вот холодно-розовый, очень красивый цвет, как подложка, например, под тени, просто безумно красиво, и вот такой вот серебристый. Цвета, я же говорю, я их экономлю, я их не очень часто использую, потому что вот его мало осталось, он был в два раза больше. Вот, и экономлю его, потому что цвета очень нравятся, и нигде больше таких карандашей я не встречала. Вот такие вот. И дальше это тушь, это Lancome, Lancome, гипноз-драма, кто не видел кисточку, я покажу. Она уже чуть-чуть у меня постояла, подсохла, и замечательно наносится на ресницы, она их и подкручивает за счет вот этой вот формы, она их и удлиняет, она придает объем, в общем, очень нравится. И последнее, это для губ, значит, бальзамы все-таки моими фаворитами остаются Lainon, это вот такой вот бальзам, на ночь я его в основном использую, и вот такой вот бальзам, это я ношу его с собой и днем использую под помаду. Это ванили, запах ванили обалденный просто, и он очень экономный, вот я сколько им уже пользуюсь, я каждый день им пользуюсь, и вот его даже, ну, где-то третья часть, наверное, ушла этого бальзамчика. Следующее, это мое, знаете, приятное такое тоже, когда вот мы что-то забрасываем, да, какую-то вещь, и потом мы ее снова находим, и она начинает нравиться. Вот такой вот для меня это карандашик из наборчика Pupa, который я делала сводчик на него в ревью, вернее, со сводчами. Вот такой вот цвет, карандаш для куб, он, чем он мне очень нравится, что в нем нет никакого, я не знаю, как будет сейчас он показан при свете, но в нем нет никакого оттенка рожены. Он подходит под нют помаду, вот как я люблю, просто идеально, и у него скоро уже, наверное, срок годности проходит, но я не знаю, как я так на него не обратила внимания, но он очень нравится мне, вот он сейчас на мне, и он абсолютно не видно, не люблю вот этот эффект, когда карандаш очень выделяется на фоне помады. Тоже отличный карандашик. И опять же мои все-таки неоспоримые фавориты, то есть которыми я практически каждый день пользуюсь, и на день, и на вечер, вот потому что я люблю яркий макияж глаз, это Estée Lauder ванильный трюфель помада, вот ее столько, половину я использовала уже. Это тоже расходуется, она довольно-таки экономная, и очень нравится мне действительно цвет. И вот такой вот артеков блеск для губ, который у меня уже практически закончился. Его здесь он даже вот не набирается на кисточку даже. Пойду снова за новым таким вот блеском. Ну вот это были и все фавориты. Ну, если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Ну вот и все. Пока!